Если вдруг вас обуяет желание запеть в душе, в машине или в гостях под караоке, подчиняйтесь ему немедленно. Помимо того, что это древнейшее искусство приносит удовольствие, оно еще и снимает боль и даже продлевает жизнь. Причем совсем не обязательно быть профессионалом для того, чтобы получить пользу от пения. Из покон веков у индейских народов пение совместно с музыкой и танцами было образом жизни и использовалось для врачевания. Наши бабушки и мамы пели для того, чтобы успокоить плачущего ребенка, ведь пение – это эффективное домашнее средство, рекомендуемое при различных нарушениях сна. В том, что касается положительного воздействия на здоровье, пение сродни медитации и долгим прогулкам. Кроме того, у людей, которые регулярно занимаются пением, улучшается снабжение органов кислородом, что стимулирует кровообращение и повышает тонус. Пение защищает верхние дыхательные пути от инфекций и стимулирует производство организмом антител. Когда человек поет, у него уменьшается частота сердцебиения и артериальное давление. Пение снимает напряжение и боль, поэтому в нью-йоркских больницах с его помощью облегчают как психологические, так и физиологические страдания пациентов. Исследования показывают, что пение стимулирует иммунитет. При регулярных занятиях в хоре в организме повышается уровень иммуноглобулина А и кортизола, которые являются признаками хорошего иммунитета. Кроме того, у людей, занимающихся пением, голос дольше остается молодым, что важно для женщин в период менопаузы, когда голос теряет свою мелодичность. Хоровое пение особенно полезно пожилым людям. В их случае наблюдается значительное улучшение самочувствия. Поющие пенсионеры реже обращаются к врачу, реже страдают от депрессии, меньше прибегают к медикаментам, реже падают и получают травмы. Они лучше чувствуют себя и когда поют, и в остальное время. Пение – это структурированное дыхание. С точки зрения физиологии происходит массаж кишечника и снижается нагрузка на сердце. Кроме того, усиливается циркуляция крови в организме и легочные альвеолы получают дополнительную порцию воздуха. Певцы утверждают, что у них лучше работают легкие, реже случаются приступы астмы, они чувствуют себя более энергичными и уверенными, спокойными и жизнерадостными. Для того, чтобы получить наибольшую пользу от пения, необходимо не только регулярно, но и правильно петь. При этом звук должен выходить не из горла, а глубоко из груди, почти из живота. Для этого необходимо использовать диафрагму – мышцу, которая отделяет грудную клетку от брюшной полости. Пойте чаще, и это подарит вам здоровье и хорошее настроение.